привет рада видеть вас у себя в гостях сегодня будем использовать разные обрезки крупные и мелкие чтобы сшить нечто классное так здесь у меня банка с обрезочками я подготовила клеевую 30 на 20 сантиметров и начинаю раскладывать на нее обрезки я стараюсь подобрать обрезки в сине голубой гамме благо последнее время я сшила много в этой гамме так что обрезков разного размера большое количество у меня получилось вот такое полотно я накрываю сверху его проутюжкой обрабатываю так чтобы лоску точки приклеить конечно они не все хорошо приклеились так как я их накладывал многие друг на друга так что можно повторно аккуратно пройтись утюгом почему я сначала делаю через проутюжку чтобы не испортить подошву утюга и так здесь у меня наши обрезки 2 слоя наполнителя и обратная сторона из старой простыни у меня есть вот такие вот блестки пайетки с алиэкспресс по моему заказывала разного формата но такой летние солнечной яркой тематики здесь вообще такой вот микс все подряд по идее по моей задумке я хотела вот таким образом их насыпать накрыть сверху сеточкой и простегать например свободно ходовой стежкой но здесь возникло одно но я побоялась сломать иглу так как эти блестки они во первых очень толстые и очень очень крупные ну и также вряд ли будет очень эстетично если большинство блесток будут пробита иглой и прошиты нитками поэтому я придумала другой другой способ и эта идея забегай вперед мне очень понравилось буду ее еще применять блестки я убрала скалываю все слои сверху у меня сетка почти прозрачная но немного с розоватым отливом и я решила постигать особым образом по лицевой стороне я не могу нанести разметку для стежки так как все слишком пестрое также по сетке невозможно рисовать поэтому на изнанке я нарисовала вот такую большую большую волну глубокую геометричную и такую маленькую фишечку покажу то есть первую строчку я прокладываю по изнанке вот таким образом по нарисованному на рисунку все теперь у меня уже есть задел для разметки и теперь я ориентируюсь по первой строчке и прокладываю вторую строчку в сантиметре от 1 и как раз сдвинула иглу в крайне левое положение поэтому здесь такой просто медитативный процесс стежки таким образом я хочу сделать красивый узор волн которые краям будут становиться такими более крутыми и видоизменяться сейчас все увидите в общем то так как у нас уже есть разметка остается самое простое по ходу того как я прокладываю строчки я вот так вот по чуть-чуть подсыпаю блестки поэтки где-то можно их пальчиком распределить где-то они сами хорошо распределяются тут просто сыпишь и все сыпешь потом прокладываешь строчку и таким образом возможно кому-то покажется что это но слишком как-то трудоемко на самом деле нет это мало чем отличается от обычной там фигурной стежки конечно свободно ходовая получилось бы быстрее но такой знаете приятный процесс когда можно послушать книжку аудиокнижку послушать музыку и не торопясь так себе строчить строчить подсыпая блесточки в общем то я люблю такой вид рукоделия здесь не нужно особо ни о чем думать напрягаться и не так уж кстати и долго получается в общем то довольно быстро то есть принципе этот небольшой кусочек но я так быстренько простегала где-то минут за 35 наверное с учетом того что периодически подсыпал блесточки и их там пытался распределить вот такая заготовка у меня получилось по моему очень интересная очень необычные такие волны они разные геометричные и красиво расходятся к углам заготовки плюс вот эти крупные блестки русалки ракушки прям я сама вдохновилась от вот этой своей придумки нужно будет попробовать еще на однотонном полотне мне кажется будет бомбически особенно для лета может быть сошить например какую-то жилетку или фуфайку для ребенка вот с такими блестками причем идей сразу много появилось делаю осноровку выравниваю свою заготовку чтобы продолжить с ней работу вот такая кстати изнаночка чтобы вы лучше понимали рисунок стежки теперь нам нужно сложить вот так вот ровно и проложить строчку по сторонам сложить лицом к лицу естественно прокладываем строчку и у нас получилась заготовка вот такой маленькой сумочки ну скорее косметички я также сшила подклад точно таким же размером абсолютно таким же образом и сейчас формируем донышко нужно прострочить вот так вот уголки самое главное делать это одинаково я отступала полтора сантиметра от уголка точно так же я делаю на подкладе вы можете делать любой размер в зависимости от того какое донышко хотите сформировать побольше или поменьше далее срезаю ненужные уголки оставляя припуск например на 5-7 миллиметров вот здесь вот я старалась ближе к шву срезать так как все-таки толщина чтобы это внутри не мешалось выворачиваем теперь подклад вкладываем в основу косметички соединяем боковые швы друг с другом чтобы все было ровненько и нужно проложить строчку таким образом соединив подклад с внешней стороной вы наверное удивитесь но как же так срезы остались открыты а сейчас я вам как раз покажу интересный способ как вшить замок называется замок на обтачках поэтому нам и нужен такой открытый срез и так я замерила ширину она мне 14 сантиметров нам нужно по сантиметру свободы оставить соответственно замочек должен быть 12 сантиметров а замочек у меня 18 сантиметров нужно будет его укоротить обрезав лишнее но я просто сделала сразу разметку 12 сантиметров пока замочек отложим и сейчас как раз займемся обтачками я подкроила 4 прямоугольника шириной 3 сантиметра и длиной 14 половиной сантиметров а ширина в данном случае будет зависеть от размера вашего изделия так как косметичка маленькая у меня ширина 3 сантиметра можете взять 4 или 5 если у вас сумочка подкраивала я это все из жалкого остатка старой мужской рубашки потому что большинство моих обрезков использованных в полотне косметички как раз таки обрезки старой мужской рубашки ну я сшила много из нее всяких изделий вот обрезки складывала вот у меня осталась половинка передней полочки от этой рубашки из нее я и вот эти маленькие элементы подкраиваю теперь нужно заутюжить на каждом прямоугольнике припуски по одному сантиметру с двух сторон вот таким образом и делаем а теперь заглушку для замка здесь нет ничего сложного берем прямоугольник заутюживаем припуски прямоугольник должен быть шире замка как раз на ширину шва с двух сторон соответственно если ширина шва 0 5 то на сантиметр 3 сантиметра ширина замка соответственно здесь ну четыре или ну возьмите 5 например лишнее всегда можно срезать и так я проложила строчки вот так вот близко к шву срезаю уголки чтобы было легко вывернуть выворачиваю заглушка почти готова и здесь вот на размер заглушки я отмечаю на ширину и срезаю замочек то есть я срезаю не 12 сантиметров а больше так чтобы вставить замочек заглушку заглушку нужно отутюжить вставляем замочек проверяем чтобы все точно подошло по размеру да у меня точно по метке моей и теперь нужно будет прострочить вот таким образом далее важный момент на другой стороне замочка уголочки заворачиваем вот таким образом и вручную подшиваем это очень важно так чтобы сделать угол 90 градусов тут нет ничего сложного вот так вот складываем и руками подшиваем быстро получается очень аккуратно вот такой результат замочек готов для того чтобы пришивать его на обтачке и покажу как это делать дальше первый раз кажется сложно на самом деле метод очень легкий и позволяет вшить замок вообще в абсолютно любую сумочку кошелечек и так далее и так лицом к лицу складываем один прямоугольничек снизу в середине замочек то есть одна сторона замочка сверху второй прямоугольничек то есть складываем все это лицом к лицу уравняем по свободному краю замка и прокладываем строчку вот таким образом как я показываю ручкой останавливаемся и вот здесь тоже прострачиваем создавать такой уголок вот я прострочила и вывернула вот что у меня получилось сейчас нужно будет хорошенько это отутюжить что все ровно лежало и соответственно пришить а вторую сторону вот я пришила вторую сторону обе их отутюжила вот как это выглядит проверяю как работает замочек все ли ровно все ли стороны ровные и далее нужно будет проложить строчку вот таким образом когда мы проложили эти строчки пришиваем замок совмещая середину обтачек с серединой стороны косметички и с другой стороны также и стачиваю перед этим проверяю все ли ровно лежит все ровно и нужно будет из жалкого остатка рубашки подкраить косу бейку шириной 5 сантиметров я взяла побольше можно в принципе поменьше подкраивать и просто чтобы удобнее было пришивать я решила 5 сантиметров заутюживаю бейку пополам и вот здесь когда у меня уже все готово я пришиваю бейку таким образом то есть не традиционным как мы обычно пришиваем косую бейку а как бы получается двойная косая бейка и сейчас я ее заворачиваю можно конечно прострочить на машинке но косметичка маленькая будет неудобно поэтому я пришиваю на руках вы смотрите по ситуации смотря какое у вас изделие можно проложить строчку на машинке можно пришить на руках на руках получается кстати довольно быстро и очень аккуратно и красиво все моя косметичка готова проверяю как работает замочек вот такой красивый веселенький подклад и вся на такой общий голубой гамме сверкают русалочки и ракушки проверим вместительность складываю крем помаду еще один крем и даже попробую засунуть большую палетку теней он полезло и даже место свободное остается очень вместительная несмотря на свой такой миниатюрный милый вид косметичка получилась очень летние мне кажется если по таком принципу сшить себе сумочку или рюкзачок на лето будет просто волшебно сверкает на солнышке всеми цветами радуги и так гармонично смотрятся эти лоскуты я даже и не ожидала что получится такой милый результат обязательно попробуйте воплотить эту задумку только уже в своих изделиях уверен у вас получится еще более волшебно чем у меня заглушку замочка можно вынуть тоже красиво смотрится можно заправить внутри если она мешает я подумала кстати о том что это может быть косметичка не только для косметики женских принадлежностей но и например для шитья все здорово полезет и будет вот так вот эстетично выглядеть надеюсь вам понравился результат и процесс я очень вас люблю ценю спасибо что смотрите мои видео а мы увидимся с вами уже очень скоро в новых видео всех целую пока пока